Есть мнение, что бабушки и дедушки любят больше внуков, чем собственных отпрысков. Эта мудрость может быть правдой только в том случае, когда внуки оправдывают ожидания бабушек и дедушек. Однако в знаменитых семьях может разыграться целый сериал, и в итоге родные просто перестают общаться. Среди российских артисток тоже есть бабушки, которые не общаются со своими внуками. Так кто же они? Светлана Дружинина Светлана вместе с супругом взяли на воспитание внука Даниила. Когда ему было 14 лет. Мальчик потерял обоих родителей, и режиссер не смогла сдать его в детский дом или интернат. Когда юноша достиг совершеннолетия, он решил, что может сам строить свою судьбу, и не прислушивался мнения бабушки. Тем самым он очень ее расстроил. Даниил оставил учебу в институте и уехал в Индию. На чужбине парень жил за счет средств, которые получал от сдачи в аренду квартиры в Москве. На нормальную работу он так и не устроился. После возвращения в столицу он принял решение продать квартиру. Дружинина всячески отговаривала его, но тщетно. В итоге Даниил не имеет постоянного места жительства, он официально нигде не прописан, и ему уже за 30. Светлана оборвала с ним все связи и осуждает его безделие. Он до сих пор не работает и живет одним днем. У беспечного юноши закончились средства, поэтому сейчас он стремится наладить отношения с актрисой. Наталья Фатеева Наталью Фатееву, в прошлом популярную красавицу-актрису, многие называют женщину с ледяным сердцем. Актриса практически не заботилась о своих собственных детях, что уж говорить о внуке. У Натальи Николаевны есть 37-летний внук Евгений Коробцов. Мужчина никогда не виделся с легендарной бабушкой. Для Коробцова Фатеева абсолютно чужой человек. Между тем, некоторые отмечают невероятное сходство Евгения и его знаменитой бабушки. Дочь актрисы, Наталья, родила Евгения в 16-летнем возрасте. Фатеева вынудила юную наследницу оставить мальчика в роддоме. Когда отец ребенка узнал о появлении малыша, он захотел жениться на Натальи, но актриса не позволила дочери выйти замуж. К счастью, маленького Евгения забрали бабушка и дедушка со стороны отца. Они воспитывали его как сына. Тайну своего происхождения Евгений узнал только в 18 лет. Парень добился желаемых высот в жизни самостоятельно. Наследник актрисы – успешный оператор-постановщик и занимается переводами голливудских фильмов. Он женат, воспитывает двоих детей. Артистка не раз признавалась в интервью, что больше предпочитает общаться с животными, чем с людьми. Родственники Фатеевой уже привыкли к такому отношению и не держат на нее зла. Светлана Светличная Актриса не общается со своей внучкой, потому что Маша однажды заняла у нее внушительную сумму денег, которую так и не отдала. Это и стало причиной конфликта. Супруг Марии захотел открыть ресторан в районе Чистых Прудов. Именно на новый бизнес и нужны были деньги родным актрисы. Они планировали отдать долг через несколько месяцев, но прошло уже много лет. Светличная уверена, что к этому приложил руку и ее сын Алексей, который ранее смог провернуть дело с их общей недвижимостью и лишил актрисы двух квартир. На данный момент Светлана не общается со своими родственниками, так как опасается за свою жизнь. Екатерина Васильева Сын знаменитой актрисы еще в молодости начал отношения с Еленой Кориковой. Но Дмитрий долгое время не решался познакомить свою избранницу с мамой, боясь ее негативной реакции. Когда же Елена сообщила ему о своей беременности, Дмитрий мгновенно предложил ей руку и сердце. После этого откладывать знакомство невесты с мамой было совершенно невозможно. Когда знакомство состоялось, мать устроила скандал и убедила Диму не играть в свадьбу. Васильева увидела в Кориковой охотницу за московской пропиской и благополучием. Неизвестно, каким был разговор матери с сыном, но после этого Дмитрий Рощин вдруг засомневался в своем отцовстве, о чем и сообщил своей невесте. Корикова сама воспитала сына Арсения. Отец и бабушка по сей день не проявляют интереса к судьбе старшего сына и внука. Лидия Федосеева-Шукшина Причиной конфликта между Лидией и ее внучкой стала квартира. Анна пожелала продать жилплощадь в Питере, которую купила ей бабушка. Актрису в известность никто не поставил. И узнав об этом, ей стало плохо. Сама же Аня рассказывает, что решила продать недвижимость для того, чтобы вернуть долг бабушке. Лидия ранее дала ей внушительную сумму в долг и сказала, что возвращать не нужно. Но потом ей срочно понадобились деньги, и она напомнила о долге Анне. Внучка все же продала жилье и переехала в Новую Москву. После этого они с бабушкой не общаются. Счастливы те дети, у которых есть бабушки и дедушки. И счастливы те люди, у которых есть внуки. Но человеческие отношения – штука довольно хрупкая. Как их не испортить? Как не омрачить наше нежное и радостное общение с внуками неосторожным словом и поведением? Субтитры создавал DimaTorzok